Сверху вода стекает, это единственная, скажем так, действующая ливневка, ливневая канава. И вода сверху стекает в начало села Субсех и уходит в обводной канал. Сельский глава сегодня разбирается в проблеме не хуже любого инженера-гидролога. Родники дожди питают небольшое озеро. По исторически сложившемуся пути избыток воды течет вниз. Это улица Терешковой, под асфальтом труба. Она не справляется со сбросанными водами, потому что частично забита наносами песка и глины. Часто поток приносит мусор. Первое, что необходимо сделать, прочистить трубу под дорогой. Работы были начаты уже две недели назад. Работы объемные. Планируется закончить работы, но я думаю, еще, наверное, недели две. Это все работы будут закончены, может быть, около трех недель. Все зависит от погодных условий. Мы бы их и раньше начали, но погодные условия нам, к сожалению, не позволяли приступить к этим работам, потому что грязь. Вместе с тем трубу прочистить мало. Грязь приносит трубу, потому что часть воды течет по земле. Каждый владелец дома сделал ливневую канализацию, как посчитал нужным. Вдоль нескольких домов проходит основательный желоб из бетона, сделанный с явным запасом. Где-то просто проложена труба диаметром до 20 сантиметров. Хотя специалисты говорят, что по нормативам положено делать в полтора раза больше. Часто перегораживают, вот канал перегорожен, нужно согласование, затягивается работа, то есть идем согласовывать с хозяином, выдергиваем эти трубы маленького диаметра. И куда положить грунт, тоже согласовываем с людьми. Часто людей не бывает, поэтому затягивается эта прочистка на прочное время. Ну и часть вот ободного канала тоже засыпан. Люди, когда застройщики строились, они, так сказать, без проекта, без согласований. Вот в таком состоянии сейчас находится ливневая канализация. В сельской администрации предлагают относительно недорогой и простой в обслуживании вариант – металлический желоб с решеткой. 5 метров стоит порядка 12 тысяч. Установить берутся бесплатно. Пока же места разлива воды из-за низкой пропускной способности труб создают риск подтопления дворов во время паводков. Параллельно подрядчика расчищает обводной канал. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева к решению проблемы избыточных паводковых вод подключили специалисты-гидрологи из проектного института. Сегодня водоем переполнен. Необходимо понизить уровень воды и перенаправить потоки от Родниковой.